Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.33 Викторинбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов и Кирилл Форманчук с нами на связи. Автопровозащитник, автоэксперт. Кирилл, доброе утро. Всем привет. У нас сразу вопрос от радиослушателей есть. Смотрите, спросите у Кирилла. Если в видеорегистраторе неактуальное время возникнут ли сложности с использованием видеозаписей с неправильным временным кодом в судебную разбирательство? Ну, если, конечно, дело дойдет до этого. Да нет, ни разу не было никаких проблем, потому что все-таки в данном случае важно, что на видеозаписи, а не тайминг этого времени. Вот. И, собственно, нет, проблем никаких нет. То есть суд оценивает доказательства, и нет в данном случае никаких ограничений по тем доказательствам, которые, собственно, представляете. Ну, я вот напомню вам тогда такую историю небольшую. У меня было ДТП. Я представлял водителя, значит, спор у них был. А ДТП произошло 1 января около пяти часов утра. Так. Значит, и вторая сторона привела в суд трех бабушек, прям таких бабушек-бабушек, которые являлись очевидцами ДТП. Ну, и, конечно, рассказывали всю историю в пользу ответчика. Ну, законно стал вопрос мной поставленный, что же эти бабушки делали 1 января в пять часов утра на трамвайной остановке. Так, так. Ну, вот, как вы думаете, смогли они внятно ответить, что же они там делали, когда транспорта там никакого и не планировалось в ближайшие два часа, да? То есть это был второчермет какой-то. Поэтому, понимаете, да, тоже очевидцы, свидетели, но как бы суд критически отнесся к их показаниям. Ну, потому что ерунда же, да, какая-то? Ну, у меня только одна версия могла быть в этом случае, что это бурановские бабушки ехали с новогоднего концерта. С корпоратива, да. Ну, понимаете, вот поэтому вопрос доказательств, он всегда оценивается судом. То есть вот этих бабушек, например, я опросил там, куда вы ехали, какая погода была, что на вас было... Ну, нельзя соврать, например, если, кстати, в связи с коказанием целиком и полностью, да? То есть можно там соврать о каком-то событии, но вот полностью описать происходящую картину мира достоверно нельзя. Вот также поэтому все эти видеозаписи. То есть если, да, видеозаписи что-то подтверждают, то почему нет? Ну, неправильное там время, ну, и черт с ним, как говорится. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Здравствуйте, пишут нам. А уголовка была задача ложных показаний бабушкам? Ну, это гражданское дело. Ну, да никто не парится этим. Все же прекрасно все понимают. Ну, в целом, статейка-то есть, хотелось напомнить. Ну, это же не уголовное дело. Ну, пришел человек, ну, вот он, не знаю, так он видит, но не смог он мне одно ответить. Ну, бывает. Просто, да, суд оценил эти показания так, но не значит, что они там... В общем, все сложно. Если каждого сейчас судить, кто в суде врет, вот, то у нас полстраны можно посадить. Потому что человек вот пришел и говорит, я навстречку не выезжал. Пришел гаечник и говорит, он навстречку выехал. Ну, что, давайте мы сейчас человека посадим, да? Ну, понятно, понятно, да. Логично, логично. Хорошо. Так, у нас тут опять подорожание очередное приближает. Теперь техосмотры обещают поднять в цене. Сколько можно и если за что? Ну, ежегодный рост тариф, как нам напоминает, предусмотрен приказом Федеральной антимонопольной службы. Вот, запрашивают там регионы у операторов ТО сведения об их расходах и так далее. На этих основаниях и формируется у нас тариф. Ну, ждет нас сильное подорожение, как ты думаешь, Кирилл? Ну, там же что-то около 7% это подорожание. 7,3-7,4 где-то так, да. Да, но опять же, с учетом того, что техосмотр, ну, кому он нужен сейчас? Он нужен тем, кто хочет, кто покупает машину старше 4 лет. Он нужен раз в полгода таксистам, водителям автобусов, ну, вот этих маршрутных всяких, водителям грузовиков, перевозящих опасные грузы там и что-то типа такого. То есть это ограниченный набор людей, которым нужен техосмотр. Поэтому, ну, 10% плюс, там, 7% плюс, я не вижу большой разницы. Просто за последние годы государство так обложило владельцев вот этих станций техосмотров. Им нужно там и фотографии делать с привязкой GPS-а, там, и GSM-а и всего остального, и грузить их на сайты. И перечень оборудования там достаточно большой, который нужно иметь. И, собственно, он еще и какую-то прибыль вообще должен, наверное, приносить, да, потому что 1200 рублей за то, что вам полностью продиагностируют машину, проверят фары, выхлоп, там, тормоза и все прочее. Ну, я думаю, что это небольшая цена. Просто хотя бы для того, чтобы получить какую-то диагностику автомобиля. Потому что я недавно сам, у меня есть газельная, на которой я периодически езжу по домашним делам. Мне недавно на ней проходил техосмотр, то, что регистрировал ее. И, в принципе, заменило мне поездку в автосервис. Понятно. Удалось себя наметить. Мне все рассказали, даже то, что не относится к техосмотру, а каким-то там моментом попутным, да. И все, я точно знаю в сервисе, что мне надо там чинить. Класс. Диагноз, ты хороший попался. Да, хорошо. Он будет вас спросить у Кирилла. Ладно. Дальше. Наказание за скрытые номера на автомобилях ужесточили. Госдума приняла закон о лишении прав на полтора года за сокрытие номеров на автомобилях. Но, я так понимаю, во время управления. Во время движения. Во время движения. Потому что, мало ли, кто мог на твой номер наклеить какую-нибудь табличку, пока ты занимаешься своими делами. Значит, еще в пояснительной записке к документу сказано, что ужесточаются меры административной ответственности из-за использования устройств, препятствующих идентификации госномеров, либо позволяющих их видоизменить или скрывать. Я напомню, что недавно в Екатеринбурге на Кольцовском тракте заметили автомобиль BMW, у которого был механизм для того, чтобы... Ну, как у Джеймса Бонда на одном из Астин Мартинов. Для того, чтобы опускать номерный знак, ну, то есть такие толкатели, да, которые просто поворачивали его вниз этой самой номерной плашкой. А когда автомобиль таки нашли, у него уже было удалено это устройство. Не успели. Да. Ну, так все-таки, да. Это не так распространено, что прямо уж все, там, знаешь, у каждого второго нету, ну, вот есть там всякие эти устройства. Это в основном делают вот люди такого вот специфического характера, да, для специфических дел там. А вообще главный инициатор вот этого проекта закона – это Росавтодор и прочие остальные владельцы платных дорог. Потому что государству, по сути, вот, ну, реально никакого интереса за то, что кто-то там скрывает номера, нет. Потому что все-таки тут вопрос денег. Люди не платят за проезд по платным дорогам, а их сейчас достаточно уже. Да, то есть это и всякие Казаи, Москва, там, до Казани, по-моему, платка, да, Санкт-Петербург, там, да, на юга платка, вот. То есть люди просто в этих местах, где транспондеры, там, вот эти рамки и все прочее, они просто их проезжают и отбрасывают свои номера в этот момент, например. То есть это не какая-то великая проблема, там, прям, все, вот, не знаю, надо бороться. Ну, повысили, повысили. Я точно знаю, что для меня это не коснется вообще никакой. И вас, наверное, не коснется, и, в принципе, не знаю, коснется, там, может быть, нескольких автовладельцев. Ну, будет более изящно и искусно делать эти системы так, чтобы... Чтобы не палиться, да, да. Ну, типа такого. Правильно ли я понимаю, что тех людей, которые паркуются и, допустим, демонтируют свой номерной знак... Либо закрывают масочки, бумажечки и так далее, да. Это не касается. Ну, типа, как я, да? Мог не признаваться. Ничего в этом нету. Мы же сто раз уже обсуждали историю с платными парковками, что это абсолютно идея, как бы, вредная в плане того, что вместо того, чтобы расширять уличную дорожную сеть, там, и делать, собственно, дороги нормальными для этого, да, администрация решила просто взять деньги, мотивировать тем, что люди меньше ездят в город. Ну, это, мне кажется, неправильным, поэтому я препятствую фото-видеофиксации стоячего автомобиля. В этом нет никакого нарушения, да, пожалуйста, автомобиль может стоять. В Москве, кстати, есть местный, там, местный, там, поднормативный акт, по которому автомобили, которые без номеров... Эвакуируют на специальную стоянку, при этом не взимают плату за эту эвакуацию, за хранение. Но когда ты туда придешь, и ты стоял, например, в зоне платной парковки, или в зоне дорожного знака остановки стоянки, тебе выпишут штраф, например, да? Но эвакуация сама и задержание, это, оно бесплатно происходит. Слушайте, все для москвичей. Они мотивируют террористическими, там, какими-то делами. Да-да, для безопасности. Ну, как бы, мотивация такова, да, действительно. Все ради вас по просьбам трудящихся и ради вашей защиты и безопасности. А вот смотрите, нам еще присылали такое сообщение с фото-вопрос, называется. Внимание знатоки. Внимание знатоки. Извините, туплю, разве автобус может прямо ехать? Автобусной полосы тут нет. А я просто объясню, что там есть на картинке, не совсем пойму, где это, но тем не менее. Там есть знак движения прямо и движения направо. Так вот, автобус едет прямо из правой полосы, из полосы, где движение только направо. Есть же какая-то мера, насколько я понимаю, которая позволяет им чуть-чуть нарушать, или нет? Ну, все правильно, автобус может так делать. Можно открыть правила дорожного движения и посмотреть, что он может ехать не из той полосы, с которой, например, запрещено движение, может ехать. И он может ехать, даже под кирпич может ехать автобус там, или маршрутное транспортное средство. Поэтому, пожалуйста, все открывайте правила дорожного движения и читайте. Много интересного написано. Там очень много будет интересного, особенно если вы их читали давно. А вот, если вы недавно права получали, то можно не открывать. А если вы хотя бы лет пять назад их получали, то вам надо почитать. Много чего нового появилось. Сейчас мы давайте прервемся на небольшой блок реклам, после чего вернемся и продолжим. В том числе и легендарный вопрос. А пора ли уже на зиму пересаживаться? 8.46 в Екатеринбурге. Александр Цариков, Павел Филиппов и Кирилл Формачук с нами на связи. Автопроиззащитник, автоэксперт. Так вот, перебываться. Да, зима подбирается. Нам снег обещают уже завтра-послезавтра. В Тагиле сегодня шоу поутру. Что, Кирилл, думаешь, уже все пора? Ну, каждый сам для себя решает, когда пора. Потому что если у вас, например, всесезонная резинка, резина, ну, М плюс С, или внедорожник какой-нибудь, то можно еще поездить пару неделек, если особенно там не надо ночью никуда ездить, когда заморозки. Потому что, ну, вот, сегодня, например, там 15-16 градусов будет днем. Ну, мне кажется, что липучка, если сейчас на ней поездить, ну, мягко говоря, за несколько дней будет печально. Потому что из-за перегрева как бы липучка стирается просто махом. В общем, надо как-то выдерживать баланс. Баланс выдерживать. Давай так. Зимняя резина, если говорить о липучке или о шипованной резине, она, там же тоже есть какой-то показатель температуры, после которой она, ну, вернее, после которой летняя неэффективна, она просто становится менее эластичной, дубеет. Просто зимняя резина, она изначально мягче, чем летняя. Это понятно, да. Понятно, да, по каким причинам, да. А когда совсем тепло, ну, вот даже когда 15 градусов на улице плюс, она просто стирается об асфальт. Ну, вот смотрите. То есть это как бы классика, когда там человек переездил, например, не поменял там вовремя с липучки на лето, да, и переездил там сколько-то, ну, то как бы практически 100% что колеса на выброс, там, не знаю, после езды там месячной. Для понимания, нам обещают в обозревом будущем, в перспективе двух недель послезавтра отрицательные ночные температуры уже. Ну, то есть на минус 2, минус 3 градуса. Да-да-да, совершенно верно. Ну, не выше нуля, скажем так. Ну, то есть уже, и причем я посмотрел прогноз на месяц, и вот я бы уже, честно сказать, переобулся. Ты записался уже? Я записался уже, да. В общем, смотрите сами, потому что ночью минус 2, это вообще не критично, и это даже ночью не будет никакого, собственно, налета, там, оледенения, еще чего-то. Просто все стирается колесами. До минус 5, это вообще просто классическая история, когда из-за движения постоянного транспорта просто не будет ничего на, собственно, асфальте оставаться. Поэтому, ну, смотрите сами, то есть как кто считает, так кто и... Но по городу абсолютно спокойно можно ездить вообще без проблем. Хорошо. Здравствуйте, пишет нам. А что вы скажете по поводу того, что сделали выделенку на Малышева от 8 марта до Московской? Еще, честно сказать, не ездил после ремонта. Закончили ремонт это? Слушай, ну, я не знаю, в выходные ездил, там еще были какие-то сочленения кривенькие, слапанные. Но я так понимаю, что, да, хочется выделенку сделать. Нужно было, как без нее-то. Странная, конечно, история. Я понимаю, если бы ее взяли и построили там. Ну, там дополнительную полосу сделали. Эстакаду завели. Да. Ну, а так радует... Ну, так это же классическая история. Зачем что-то делать, если можно просто это сделать платным? Вот. Зачем делать парковки, если можно просто объявить, что все теперь становится платным? Или что, не знаю, у нас нет денег построить выделенную полосу, мы от вас отберем одну полосу. Но меня всегда смущает вопрос, ладно бы с этой выделенной полосой, а ночью почему нельзя по ней ездить? Не понимаю. Вот объясните, почему нельзя. С другой стороны, ночью необходимости нет. Нет такого движения, да, ты можешь, в общем-то, не ехать по ней. Ну, да, но просто фактически получается, что просто из дорожного движения исключается целая полоса. И хочу напомнить, что автобусы-то ездят же не друг за другом, да, там прям каждые 10 секунд. Он, ну, сколько там, раз в полчаса проехал там какой-то автобус. Ну, раз в 15 минут. Ну, это экономически обосновано в плане того, что все остальные будут стоять в пробке. Ну, вот просто нету никакого экономического обоснования или вообще какого-то или иного бы обоснования. Зачем просто исключать? Понимаете, если там транспорт просто ехал друг за другом, но он же там не ездит друг за другом. Ну, да. В общем, это вредные решения, и кто бы там ничего не доказывал, но вы никак никогда не докажете, что, не знаю, забрать из двух полос одну – это круто, типа. Ну, это не круто, это просто идеотизм. Хорошо. Новый штраф для водителя. Но мы эту тему тоже уже немножко обсуждали. Но, тем не менее, 10 тысяч за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. То есть, что хотят изменить? Вот должен быть повышен штраф, считают депутаты. Если ты проскочил. Да, да. А как мне докажут, что это злонамеренно было? Может, ты просто не заметил его? Да, причем у меня, когда я начинал вождение, так сказать, свой водительский опыт, у меня был такой момент. Я один раз не заметил, что мне махнули палочки. Ну, просто не заметил. Ну, было бы покрупнее сотрудников. Нет, была такая дорожная ситуация, что заметить было сложно. То есть, поскольку опыта было водительского еще немного, не заметил. Ну, остановился чуть позже, когда уже понял, что это мне махнули палочкой. Вот, за мной никто не погнался, поэтому я поехал дальше. Все. Закончилось ничем. Вот где гаишники-то? Покажите мне гаишники. Я уже забыл, я кроме гаишного руководства уже даже забыл, как гаишники выглядят, в принципе, те, которые на улице ходят. То, что периодически встречаются с какими-то гаишными начальством, да, я их вижу, я знаю, что они есть. А есть ли обычные гаишники, которые должны где-то там на улице стоять? Я уж сомневаюсь в том, что скоро молодое поколение вообще, наверное, не будет знать, что были такие люди, которые стояли на дороге. Как дисковые телефоны, уходящая натура. Ну, вот это да, вот все пропадет вместе с дисковыми телефонами там и какими-то там другими вещами, про которые мы уже давно забыли. Да, поэтому, да, этот штраф может быть и миллиард. Понимаете, но если его некому будет выписать, ну, посчитали, не знаю, по каким-то причинам депутаты, я думаю, что проблемы вне остановки нет, и я сомневаюсь, что этих штрафов там какое-то большое количество в стране вообще их выписывают, да. И опять же, так же, как история вот с этими рамками, которые препятствуют номерам, я думаю, что это не коснется ровным счетом никого. Но, с другой стороны, наверное, уже люди, у которых нет видеорегистратора, им, наверное, стоит его уже купить, да. Ну, как бы уже надо бы, да, его купить уже. Ну, все уже. Уже время. Мы уже в конце 2024 года, мы там не в начале 2000-х, да, когда регистратор был уделом там, ну, типа людей, которые там активно отстаивают свою позицию. Сейчас и, знаете, когда вот в суде там мы рассматриваем какое-нибудь спорное ДТП, суд там спрашивает, типа «А запись-то есть с регистратором?» И как бы люди говорят «Нет». И как бы, ну, это уже, понимаете, некультурно даже становится. Ну, понимаете, просто зачем? Люди усложняют себе жизнь и жизнь окружающим, юристу своему, суду, да, там, судебной экспертизе, экспертом. Просто зачем? Ну, он до 1000 рублей стоит от регистратора, купить его уже. Не будет вообще вопросов никаких, кто кого остановил, кто на какой свет проехал, кто куда повернул. Все вопросы разрешатся моментально, просто почему вы покупаете регистратор. Объясните людям. Логично, хорошо. Ну, это то же самое, что как шапку зимой не носить. Мама говорила. А мама предупреждала. Мама, кстати, не ошибается. Ладно. Еще один момент есть, который... У нас нет в подборке новостей, но вчера очень многие об этом написали, что вот-вот уже такие объединят те самые базы по, значит, страховым полисам ОСАГО с видеокамерами. И будут знать, да, кто нарушает. И вот уже будут штрафовать тех, кто ездит без полиса ОСАГО. Ждем мы массовых штрафов, Кирилл, все-таки, или как? То есть электронным образом это будет происходить без сотрудников ДПС? Я сомневаюсь, что кто-то когда-то вообще объединит базы страховые с базами ГАИшными. Почему? Ну, потому что эта история уже обсуждается там больше 10 лет. Обсуждается. И даже по легенде, по легенде где-то там в Москве или в Московской области, в каком-то городе есть перекресток, на котором висит эта камера, и чего-то там фотографируют за отсутствие полиса ОСАГО. Вот эту легенду даже уже перестали рассказывать. Раньше периодически про это говорили, что... Вот там у нас есть камера, которая типа за это отсутствие ОСАГО штрафует. Но, да, но в любом случае это, конечно... Ну, ездить без полиса это плохо, потому что в первую очередь это забота о потерпевшем и о своем кармане. Потому что даже хотя бы на 400 тысяч, ну, неплохо, да, чтобы за вас заплатил кто-то другой. Даже черт с ним, если полис там стоит 20 тысяч, да. Ну, я не говорю про таксистов, у которых полис ОСАГО может достигать там 150 тысяч рублей. А вот, ну, хотя бы просто обычные люди, почему бы его не купить? Конечно, дорого, согласен. Особенно, если у вас не одна машина, а несколько. И вообще, да. Ну, кстати, напомню, у нас есть Белоруссия такая. Помните там Белоруссия? Да, имеется, да. Да, и у нас в этом году должны были быть объединены ОСАГО, белорусская и наша. А там же подешевле. Да, просто когда их начали обвинять, выяснилось, что в Белоруссии лимит выплаты не 410 тысяч евро, ну, то есть 800, да, больше 800 тысяч, да. Да, и стоит он в три раза дешевле, чем в России. И как бы как-то белорусская, знаете, мы не хотим объединять ОСАГО. Давайте вот вы будете ездить со своим ОСАГО, у которого 400, и которая страховая премия в три раза больше, чем наша. А мы вот со своим поездим. И объединение, собственно, закончилось. Просто я не понимаю математику, да, ну, как бы у нас же страны вроде, ну, практически одинаковые по экономике, там, даже, наверное, Белоруссия-то по... Я думаю, что налоговая база очень разная может быть у сущих компаний. Ну, вот предположение. Суть остается, как бы, вопрос, да, у нас идет гармонизация законодательства. То есть законодательство выравнивается, выравнивается. Это все происходит там тоже уже 10 лет. И оно потихонечку должно выравниться. Ну, просто как? Я думаю, просто кто-то хочет много денег, и все. И ему дают возможность получать много денег. Да. Я имею в виду страховщики российские. Ночь в пятницу получила водительское удостоверение. 18 лет, пишет нам. Боюсь узнавать стоимость полиса, а машины две. Да, такое. Ну, вот нам пишут еще. Гаишники есть, не сомневайтесь, регулярно вижу, палочками махают. По утрам гаишники часто с рейдами стоят, пишет Сергей. Вот. Так что, ну, все, вот как-то так происходит у нас. Хорошо. Да, ну и что еще? Буквально по одной строкой. Про вейпы? Да, про вейпы. Странная тоже история. Почему хотят запретить вейпы за рулем курить? Хотя моя машина, мое пространство, я сам не курю. Какая разница кому-то, что я вот там сижу, не сигарету, вот эту штукую, но электронную держу в руках? За что? Ну, очередной. А, осень же, осень начинается. А, да. У депутатов, у министерства, у всех осень. Все, успокоить. Если они, главное вот переждать вот эту вспышку, когда осень, и у них обострение начинается, чтобы они ничего не приняли. Вот они пусть обсуждают, анонсируют, вот главное там сентябрь, октябрь переждать, а потом все успокоится, и все про это забудут. Опять сейчас запрет видеорегистраторов какой-нибудь всплывет, или еще чего-нибудь там. А ты говоришь, покупайте, покупайте. Все по стандартному этому, методически, в общем. Кирилл, спасибо большое. Кирилл Формачук с нами, напомню, автоправозащитник, автоэксперт. С вами сегодня Александр Цариков. Павел Филиппов, всем хорошего рабочего дня. Завтра услышимся поутру. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.